Благословим Господь, ныне приснай веки веков. Аминь. Божий милостивый на грешном, создавший нас Господи, помилуй нас Вячеслава, священ Господи, прости и помилуй вас грешним. Благослови. Царю небесным, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняет сокровище благих, и жизни подателю, иди в селисяны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Отец наш небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше занятие по слову Твоему святому. Даруй Господи, чтобы толкования святых отцов раскрылись перед нашими душами, для спасения их. Помоги Господи еще многим прийти к этим прекрасным страницам толкования, кто хочет узнать о том, что нужно ему делать, чтобы спасти душу свою. Чтобы обратился этот человек к познанию святых Твоих слов через толкование братьев наших, прошедших перед нами святых мужей. Тебе слава за все, Отец и на святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Себя и Духа. Аминь. Итак, продолжаем мы книгу Откровения Иоанна Богослова, 13 глава, остановились на 8 стихе. Предыдущий стих был такой очень значимый для нас, для искренне верующих людей. Звучал так, 7 стих Откровения 13 главы. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И продолжение 8 стих. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И вот, наверное, каждого это интересует, верующего. Что же будет дальше с церковью? Церковь, кажется, была до 1917 года просто непоколебимым столпом. Пытались с церковью справиться на западе, люди там некоторые ополчались, но церковь победила. Даже в Риме была создана специальная провинция или район, Ватикан называется. Это прям государство. Государство в своем государстве. Столицы Италии, Риме. Ватикан, государство целое сделали. Почему? Потому что вот такое уважение было к церкви. Ну, будем говорить, это католическая церковь, еретичствующая. А православная церковь вообще, что можно сказать? Стояла, как столб непоколебимый. Даже в самой православной церкви, в России, произошел раскол в 1666 году. Казалось бы, ни на чем. И церковь устояла, хотя и раскололась. И казалось, это будет всегда до скончания века. И вдруг в 1917 году целый народ, это Россия, мы, к сожалению, с вами, решили отказаться вообще от прославления Бога. Не просто от прославления, а решили убить и тех, кто говорил, что Бог просто есть. И мы читаем, когда Мастер и Маргариту, сейчас фильм вышел, смотрим, видим, как там этот Волан появляется на Патриарших прудах и спрашивает этого бездомного и Берлиоза, двух поэтов, которые беседуют, писатели, социалистические. И как, вы хотите сказать, ну, Бога нет, ладно, Бога нет, сатана же он этот, Волан. И говорит, и что, и хотите сказать, сатаны нет? Да какой сатана, это в сказке вообще, это миф. Он говорит, так вы что, атеисты? И написано, и оглянулся, говорит, так, украдку по сторонам, как будто, говорит, из каждого окна должен был выскочить человек и крикнуть, атеист! Вот до такого степени дошла страна. Одни атеисты, выпускаются журналы, воинствующие, безбожник, атеист и так далее, там, без Бога, такие журналы, такие названия. Идут всякие там театральные шествия, где священников упорочат, при всех раздевают монахов, вытаскивают мощи. Господи, какое кощунство творилось, просто непередаваемо. И вот мы видим, написано, и было дано ему вести войну со святыми. Что война? Война это враждующие две стороны. Ну а мы скажем, ну а мы что, враждуем что ли? Верующие разве враждуют? Да, враждаем. Однозначно. Вот у нас называется церковь воинствующая. Здесь. А на небе это уже победившая церковь. Ну туда еще нужно добраться нам с вами. Те, кто там святые, они победили уже. Они победили себя, во-первых, потом победили сатану и победили мир. Они нашли Бога и до конца были ему верны. Ну теперь мы же подражаем вере их, наших учителей святых. Вот теперь мы идем. И вот с нами воюет этот самый сатана. Но придет такое время, когда антихристу будет было, это антихристу именно дано, не просто сатана с клевретами, которые сейчас повержены, там в преисподней находятся, скованы. А сам антихрист, то есть в облике человека, с душой сатаны будет вот такой человек. И написано, дано было ему победить святых. Церковь будет побеждена. Как понять побежденную церковь? Ну вот как написано. Прочитаем. Итак, война со святыми, с христианами велась во все времена. В страданиях и гонениях рождалась церковь. Первые христиане и были первыми мучениками. Вели войну с христианами и варвары, и мусульмане, и безбожники. Это мы уже перечисляем по всем временам. Последние безбожники, атеисты. Но никогда не удавалось их победить. Всемогущая десница Божия всегда спасала свой народ. Антихристу же будет дано, то есть не своей силой, а попущением Божиим победить их. Но и эта победа будет внешней, призрачной. Церковь будет исторгнута из общества, но не из сердец истинно верующих людей, которые в то время останутся в пустынях и подаемых местах. Сейчас нам говорят, что религия исчезнет из общества. Что ж, они правы. Эта победа будет одержана сатаной и об этом возвещено в Писании. Но ужасен будет конец победителей и славен венец побежденных. А мы сейчас с вами видим все эти неправды, все вступления от закона, все это маленькие, где и крупнее, камушки на весы победы Антихриста. Маме говорю, мама, вот у вас там был священник такой-то, такой-то. Кто из них с вами проводил занятия? Никто не проводил никаких занятий, никаких бесед, ничего. Вот провел он у них в деревне, а деревня всего лишь в трех километрах от города Красноярска. А громаднейший город почти на два миллиона людей. И человек, священник, который у них в деревне закреплен священником, приехал утром, отвел служение и быстренько-быстренько лететь, убегать все от них. Они ему, батюшка, мы вам там приготовили покушать. А мама у меня тоже хорошо готовит. И там, ну их там сестер шесть где-то. И все готовят. И вот стол у них такая трапезная сделана. У них трапезная есть специально, не в церкви. Вот даже чуть поболее, чем у нас. Там комната для отдыха, батюшки. Там кровать, там все есть. И комната не нашего, батюшки. А комната где-то, ну, чуть поменьше, чем весь зал. Такая хорошая комната, светлая. Ну, чего не остаться? Ну, допустим, батюшка устал. Ну, батюшка, ну отдохни немного, пока тут приготовят туда-сюда сестры. Ну, вот немножко отдохнул, если ты такой сильно уставший там ехал издалека. И пожалуйста, вот перед тобой люди пасту сидят. Ну, пускай их немного. А ведь там люди приходят на праздники, и они там топчутся, ждут. Когда батюшка дальше? А батюшка с мира Божьим по домам. Все, никого нет. А это все маленький камушек на весы антихриста. Чтобы победил сатана. Почему? Они сейчас уйдут, они и так ничего не знали. А сейчас уйдут и скажут, ну, батюшка, как было там, как в церкви, что? Ну, как что, на церковном славянском. Что там, кто понял, кто там, в душе у кого что зародилось. Вот почему они друг другу передают. Ой, благодать-то какая была. Ой, а батюшка-то какой хороший. Ой, да как выйдет, как запоет, или как скажет что-нибудь. Так прям хорошо нам, так прям так на душе прекрасно. А ведь не это Господь привел, что какого-то бать сделает человека священником, и он как бы будет над умами этих людей, в умах этих людей властвовать. В умах людей должен быть всегда Христос оставаться победитель. Мы горнему, потому что должны помышлять, о горнем, о самом возвышенном. Самое возвышенное – это Царство Господа нашего Иисуса Христа, Отца Его со Духом Святым. А об этом как раз никто не думает. Ты даже людей таких спрашиваешь, ну, а как к вечной жизни-то пришла душа твоя? Как ты, стремление твое к Богу переросло в то, что ты стремишься к вечной жизни, то есть в Царство Небесное? А я не хочу вечно жить. Вот ответ такой. Человек, который ходит в церковь, стоит, молится, слушает церковнославянское песнопение, говорит, что батюшка хороший и так далее. И батюшка и правда может быть хорошей, но его неполная отдача, как сегодня мы читали, всего себя возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею помыслами твоими и всею крепостью твоей. Четыре вида. Представьте, и эти четыре вида должны все слиться вместе со священником в паству. Вот на месте моем не должен я сидеть. Нет, ну не должен я сидеть. Я, ну чтец, да, слава Богу, ладно, чтец. Ну должен сидеть священник, священник и вот с пастором беседует. Как, вот смотрите, батюшка, как заговорит о чем-нибудь он, прям так приятно вот слушать, да, слава пасторя. Ну, редко когда наш батюшка, конечно, ведет занятия. Ну вот он бы, допустим, устал бы, ну да, устал уже, возраст, понятно. А должен вот сесть здесь и вести занятия. Почему меня до такой степени затронуло? Я не мог на него без слез смотреть, на этого отца Константина в Красноярске. Вот он сядет посреди стола. Здесь, тут, значит, мама, там я. Тут этот покойничек уже Николай с супругой своей Татьяной. Ну и тут дочери его две. Жены никогда не было. Ну и там кто-то, может, из прихожан остался один-два человека. И он, ну, начинает заниматься. И причем он берет нашу книгу, по книге прям читает. Все. И потом начинает, ну, у кого есть вопрос, ну, я, конечно, как бы какой-то вопрос задам, там, как бы тему какую-то подниму. Все равно нужен такой человек, который, как катализатор. И начинается вот беседа, и он начинает рассказывать. Столько много батюшка знает. Начинает по слову Божьему рассказывать все. До такой степени приятно все это. А вот как только, ну, священник любит разговаривать, у него какой-то вот есть, ну, как бы для нас, как сказать, как бы некоторые такие осложнения, как испытания. Вот, допустим, тут любил беседы проводить в Покровском соборе отец Валентин, помните? Да. Но он говорил, как каши в рот воды нам там. Да громко все это, и ничего не понятно, о чем он говорил. Ну, он так любил говорить, и я думаю, господи, ну, проясни ты, ну, что он там говорит-то? Ну, как-то Господь мне открыл, я послушал. Ну, есть там, да, толковые мысли у него, но кто поймет это, не знает, это же молиться надо каждый раз, как он говорит. Ну, вот отец Константин, он имеет формы большие, как бы. Ну, это все забывается, когда начинаешь слушать пастора слова. Но нету его сейчас. И вот это... А куда он делается? Вон, в Красноярске. В Красноярске. Ну, в Красноярске и в Екатеринбурге еще. У него две пара. Там, как у него, люди есть, и в Красноярске. Там, Баптисты у него в Красноярске перешли. Посмотрев ролики, Игнатий Тихонович, не без милости. Он же был в Санкт-Петербурге, или он совсем другой. Это я про Красноярске рассказываю. Это Красноярске. Здесь я ни одного священника не знаю, который беседовал бы с пасторой. Вот, у нас сестра Раиса, она была в общине. Как там отец его? Да, я уже забыла. Она даже забыла, как его звать, почему? Феодосий или как? Да, ну, Феодосий. Нет. Не Феодосий только. Здрасте. Да или Евгений что-то, или такое. Титов, ну как его фамилия? Ну, отец как, видите? Она даже его не помнит. Как батюшке у нас имя? Владимир. Тихо. Батюшке, как нашего? Да. Быстро. Тебя разбудили. Говори. Как имя батюшки нашла? Отец? Яким. Вот, видите, быстро сказала. Отец Яким. Как будто это ее родной отец. А того даже не помнит. Почему? Ну, потому что священник мало уделяет своим отец своих посомых, детям своим, чадам своим. Мало уделяет времени. И кто его запомнит? Я вот удивляюсь нашим, нашим, вот, молодежи, которая к нам приходит. Любой причем молодежи. Вот, что Никита там с Украины, что вот эти дети подрастают, спрашиваешь. А вот там вот сестра, вот, Надежда Андреевна, там, или там, Валентина Павловна. А я не знаю ее. Ну, как не знаю, что рядом с ней вы стоите. Как вы их не знаете, так? И не хотят их знать. И все. И они даже не знают ни по имени, ни по отчеству, ни... Короче, как говорится, ни туда и ни сюда. От винта уйдите. Как так? Я вот этим определяю веру этих ребят. Веру. Я говорю, ребята, вы вот со мной беседуете, а я вашу веру определяю, понимаете? Вы даже не понимаете. Вы, как шпионы, пробрались в общину прекрасных людей. И как шпионы тут вот, как крысы какие-то, вот, все везде по всем щелям, что-то выискиваете. А мы-то видим, что вы не те, вы не свои. И вас жалеют все, поголовки гладят, что-то вам подкладывают. Оставайтесь, ребятушки, оставайтесь. Опять никого. Вчера спрашиваю Лизу с Анфисой. Лиза едет со мной после службы. Останешься завтра на занятиях? О, ну это до завтра надо дожить. Едем в восьмой час. Ей до завтра надо дожить еще. Я говорю, да ты перестань такие слова так говорить. До завтра дожить. Ты скажи, с Божьей помощью Господь поможет там, останемся. А то нет. Анфиса, Анфиса прибежала. Поздно уже. Приехали мы, она потом только пришла. Я говорю, Анфиса, ну что, ты готова? Готова завтра на занятия? Она бежала, бегает, бегает, быстрая такая, шустрая. А тут, раз, как вкопанная. Ее как будто подбили. Я сразу по глазам смотрю. Не останутся. Все. Но я продолжаю уговаривать. На занятии, говорю, по слову Божьему, да так интересно будет проходить книгу откровения. Последние дни, как христиан будут убивать. Вы же тоже христиане вроде как. Молчат. Все. И сестра там рядом, она не выходит и не говорит, допустим, Анфиса, ну давай там посмотрим, останемся давай. Ну советы надо держать друг друга. Нет, не останется. Енафа. Хоть раз осталось? Ни разу не осталось. То же самое. Я говорю, Енафа надо. Нет, нет, мне некогда. Мне же домой надо. Я дома столько не была. Мне срочно нужно домой ехать. Все, выезжают. Любого оставляйте. Ну вот, кроме Галиных. Да и то Галины-то остаются, потому что она оставляет их. А, значит, командует. Ну да, да, да. Командует. В том-то и дело, что вот команды поступают, а наших детей лишили возможности сразиться с сатаной. И лишили полные возможности. Они безвольные. Сатана на них идет, рогами уже дышит, огнем. Они ждут. Мама, папа, ну что мне с ним сражаться, не сражаться, Библию-то открывать, что мне делать? Вот как раз я хотела сказать. Я просто из поликлиники вышла, я к зубному ходила. И на встречу идет брат. Помните, у нас был симпатичный, такой приятный. Как его звать? Кто-нибудь Борис? А, Борис, да? Да. И я уже... А, ну да, вы же рядом живете. Он же рядом с собой. Да, сейчас это такое знакомое лицо. А он идет ко мне и улыбается этому. Кто такой-то, я его не знаю, что это он улыбается. Я уже вообще... Он говорит, ой, здравствуйте. Я так смотрю и говорю, здравствуйте. Хотела сказать, а ты откуда меня знаешь? А потом вспомнила, что Тараса мне промелькнула, что вот он к нам. Я же не стал к вам ходить. Я говорю, а почему ты не стал? Мне стыдно же, что я его не помню. Ну да, да. Я говорю, почему ты не стал к нам ходить? А он говорит, вы знаете, я понял, что мне до такого уровня я еще не дорос, но я в храм хожу православный. Вы не это... Я говорю, да я ничего не думаю, я думаю, я про тебя вообще не помню. И он говорит, главное, как интересно. Господи, помню. А вы как, я говорю, хорошо? И улыбается. Такой счастливый, такое лицо счастливое. Я думаю, да что... Мне вот это поразило. Думаю, ну верно, что-то я там, может, я-то где-то должна его знать-то. Вспомнила, когда уже пошла домой, думаю, да это же тот, с которым мы там это... Я даже, когда он крещение принимал, и то там было... Мне так стыдно стало, думаю, отупело уже совсем. Да, это не отупело. Это не то. Это пояснение этому есть. У меня есть предложение. А что если сейчас совершим молитву о наших детях, о родственниках, погибающих? Давайте после занятий. После занятий. Все, это нормально, все. Только после занятий. Это были дольки. Да, вот такие предложения молитвы хорошие. Сейчас про себя как раз молись, о родственниках. Можно я тоже пока остановились в это самое? В следующую субботу давайте, братья, сестры, пораньше на часик придем, во дворе порядок наведем. Миши-то нету. У вас вообще бардак такой? У меня бардак большой. Все листьями заварено? Нет. Трава эта? И там везде, в углярке, там я посмотрела на дырки. Надо было чуть раньше сказать, молодежь особенно. Сейчас мы все собрали. Меня больше всего молодежь интересует. Вы-то придете, я понимаю. Нет, я просто могу созвониться, позвонить, сказать всем сестрам на неделю. И не придут, как написано в одной пьесе. Нет, не половить надо было вот сейчас. Да. Просто они бы мигом сейчас сделали, скорее всего будете. Сделали вы. Ну хоть два-три человека придем. Вот я об этом не догадывался. Много мы сделаем. Два-три человека. Выбрать, если будете вдруг. Меня не будет, скорее всего. От того парня. Помолитесь. Никита будет. Парня, который приедешь с ним. Парня, который приедет с ним. Он работает. Я его спрашивала, у меня скользящие графики, у меня не совпадают. Скользящие? У меня тоже скользящие. Ну там, например, мы к пяти на службу, а к трем часам прийти. К трем часам. Может позвоним кому, кто, как, кому. Сумеем позвонить. Дело все в том, что у меня уже вырабатывается иммунитет. Помните, я был, когда только пришел к вере, у меня был один вопрос. Пришел ко мне монах, отец Вениамин, с четками сидит четкий. И у меня один вопрос. Вот Господь меня привел к себе. Я привел однозначно, потому что я уже и в церковь, и молитва, слов, Библию прочитал уже неоднократно. И я ему вопрос задаю. А как вот родные мои? Вот как вот знакомые? Я же с кем не беседую. Меня все дураком называют. Я-то понимаю, что я не дурак сам. Ну еще жена моя понимает. А остальные-то все меня дураком настоящим считают. Еще бороды не было у меня тогда. Библию читают. Да ты что? А я еще экстрасенсорикой занимался. Прихожу людей лечить. У человека там что-то болит. Я ему начинаю его лечить. Ну с помощью каких сил, не знаю. И прежде чем лечить, я ему Библию читаю. У меня с собой Библия. Я Библию достаю и начинаю читать. Читаю Библию и все. Я говорю, ты куришь? Курю. Ты должен бросить курить. А они же все паркины. Да, конечно, конечно, конечно. И все обман сплошной. А потом меня за глаза дураком называют. А он исцеляется, между прочим. Господь давал исцеление. Когда узнали, что я это все бросил, меня там вообще дураком прозвали. Ты что, вообще дурак? Ты бы денег мог кучу заработать. Сейчас вот там экстрасенсов битвы проходят. Так это все детский лепит. Они что-то там предсказывают. Что предсказывать, когда человек парализованный, я в больницу прихожу. И доктора ему дают уже смерть. Я с ним начинаю работать. Ну, как там делать то, что там экстрасенсы, вам не надо это знать. И он начинает шевелить всеми наконечностями своими. А они ничего не могут сделать, никакими лекарствами. Я выхожу и говорю это. Он попросит вас антибиотики ему не давать. Вы ему антибиотики не давайте. Они на меня вот такими глазами смотрят. Это я сейчас понимаю, что это такое антибиотик. А тогда я вообще ничего не понимал. Просто говорят, что это антибиотики. Он говорит, мне того, как поставят, у меня все, я отключаюсь, ничего не понимаю. Я говорю, подожди, ты должен понимать, у тебя Библия. Ты должен читать Библию и там понимать. А так ты как выздоровеешь-то? Говорит, Господь давал же такие вот познания, вот эти вот, зачем-то. И люди исцелялись, понимаете, в чем дело. Я до сих пор поражаюсь, как Господь меня привел таким странным путем к себе. И наши чадо, вот я беру наших чад. А вот скажи, вот скажи, сейчас мы пойдем к одной болящей. Сколько лет Валентине Дмитриевне? Да за 80. 81. 81? Вот она болеет уже много, да? Лет 10 лежит? Нет. Она не лежит, она не лежала, вот только-только. А ходит? Позабедренная субстанка. Вот недавно у нее надо отказала. Так ей отказали врачи в оказании помощи, там, в подцепке. Теперь ее Любовь Николаевна привозит к Любовь Петровне. Здесь, чтобы пойти диагностировать ее. И я сразу, стоп, какая диагностика, когда у нее уже и так ясно, позабедренная, это как моя мама лежала. Пять лет я за ним. У нее перелома не было. Так, я не понял, вы заранее знаете, что с ним будет или что? Нет, я не заранее ничего не знаю. А что? Вот сейчас я привезу, буду диагностировать, да? Да, диагностировать. Вы думаете, что диагностировать? Это естественно, что все будут проверять. Но и пускай проверять. Позвоночник сделает суставов, позвоночник снимут. Ничего такого-то, я не пойму. Так, теперь вот привезли ее для того, чтобы ей диагностировать. И назначат лечение. Так и будет. Ну и хорошо. Вот и все. Более облегчат там и так далее. Ну, обезболивающие дадут и все, да? Ну, не знаю. Не двигаться очень. Я не знаю, вот вопросы такие врачебные задаете. Это вот Виктор Андреевич лучше бывает. Ну, нет. Виктор Андреевич больше скажет, что мы молись. Да что я занимался, я что вам буду? Советы давать, что ли? Сейчас еще скажите, излечи ее. Да зачем излечать? Ну, а к чему это? Я от этого отказался уже, не знаю, 30 с лишним лет назад. Так что я просто взял и бросил это все заниматься этим. Потому что я понял, люди, они безнадежно больны. Духовно. А это вот, да. Им говоришь Библию, они тебя обманывают на глазах. И потом опять грешат. И потом опять. Я больной, я больной. И на тебя еще все болясь в кино весе. Так он там ходит, что-то там руками машет. Вот меня, наверное, наколдовал что-то такое. Там же два палки о двух концах. Облегчение-то настало, а он дальше-то грешит. А я-то что, виноват? Я-то его призывал, чтобы не грешил. Я и думал, что Бог мне дал этот дар, чтобы я как бы людям говорил. Они заболели, испугались и стали читать Библию. Хотя бы Библию читать. Я тогда еще не понимал, что Библия приводит к Богу. Я просто читал и видел, что она со мной сделала Библию. Открыло мне сколько познаний там всего. Я тогда еще даже до веры-то не дошел. Веры-то не было. Я бы занимался что ли этим. А потом, когда уже церковь передо мной открылась, и вот тогда этот отец появился там, монах. И я его спрашивал, почему? Как вот я... Мне Господь даровал путь ко спасению, а где путь ко спасению моим родным и близким? И он ничего не отвечал. Как бы нету пути ко спасению. Никакого. Моя молитва о них. А путь ко спасению один. Блаженны ноги благорестующих мир, благорестующих благое. Все, другого нету. Христос, он не может вот сейчас сдать им массово всем. Ход такой, какую-то психическую волну. Все веруйте. Помните, это уже было. Он давал такое, ну типа такого. Когда было массовое рвение людей, это 90-й год, 91-й. Массовое рвение людей к познанию бложественного. Когда у Игнатих еще по тысяче человек собирались на занятия. И некуда было зайти. А я отголоски застал в 96-м году, когда было 100 человек. А брат, ты в каком году? Первый раз сейчас идешь? В 2001-м, наверное. Да, ну. Да, да, да. Он в 2001-м? Да ладно. Нет, чуть попозже. В 2003-м он был. В 2003-м там уже сколько было людей? Уже человек 30, может, да? Было вот так. Резко. Из года в год все меньше, меньше, меньше. И все. И потом только мы уже считали, там 6 человек ходит, которые не изобщены. 8 там, когда придут. Все. И вот точно так же наступит обмерщение церкви. И в конечном итоге люди поймут. Так а здесь эта религия, она вообще сплошная ложь какая-то. И она зачем нужна? И говорят, бабушки говорили, я помню, маленький был еще. Говорят, вот церковь, а придут такие времена. Одна, говорит, церковь у нас в Бийске, я помню, бабушка там говорила. Говорит, близко не подходи к ограде. И там, говорит, ходят такие люди, монахи. Они тебя схватят, говорит, они пионеров хватают, говорит, и утаскивают к себе вот в эту церковь. И на церковь пока. Она такая красивая. А я смотрю, и у меня мысли такие. Такая красивая церковь, и такие дядьки плохие. У меня вот такая мысль. Дядьки-то точно. Как так? И там у нас стадион рядом был. И я никогда не подбегал к ограде. Мячик туда летит, и я вот так сначала посмотрю за ограду. Есть там эти монахи-то ходят или нет? Подбегу, мячик схвачу, быстро убегу. Вот так. И там и бабушка какая-то стояла и говорит, а придут времена, везде будут такие храмы. Я так оглянулся, представил себе, везде такие храмы. Ничего себе. Тут один такой красивый, а их будет везде. Но туда, говорит, ходить нельзя будет. Туда нельзя будет ходить. И вот эти маленькие такие всякие штришки, которые кто-то оставлял словами своими, они в конечном итоге довели меня до того, что я начал читать Библию. Не кто-то там верующий сидел на занятиях и мне рассказывал. А представляю я, если бы кто-то мне занятия целые открывал, нам бы рассказывал о Иисусе Христе, о космосе, о звездах, о солнце, о плохих людях, о крокодилах, об Африке, рассказывал те познания, которые нужны. Да, пожалуйста. А я что-то так даже вместе с тобой. Я чуть раньше пришла на занятия, чем ты. На остановке мы выходили, помнишь, вот так выходим на перекрестке, остановимся, говорим, и разговариваем. Не хватало там общения. А ты громче всех разговаривал, и я думаю, ну надо же, вот так громко говорит об этом. Как-то и не стесняется, и не боится то, что мы услышали, что говорили. Мы же остановимся потихоньку. А Игорь так смело, громко говорил. А мы трусихи. Я помню, Севастьянов подошел к Игнатиху, говорю, я тут креститься надо. Говорю, вот это, Янчук, говорю, Женя, моим будет поручителем, говорю, еще надо одного. Вот, он такой, ну вот, вот, сейчас, подожди, сейчас, подожди, вот, Севастяна, Севастяна, вот, поговоришь с ним, вот, поговоришь с Севастяна. Да, 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 мне некогда сейчас, потом, потом, и, короче, побежал. Я говорю, и что? Ну, давай за ним, иди там, договаривайся. Я за Севастяну поймал его на этом перекрестке, Севастяна, этого. Он такой, ну, как привык там, ну, все, все, там, он же адвокат, он умеет отмахиваться от горя людского. Я говорю, постоп, стоп, стоп, погодь, погодь, погодь. Мне Игнатийныч слышал? Да, слышал. Ну все, стой. Остановился, правда, Игнатийныч сказал ему. Я говорю, ты будешь моим поручителем. Согласен? Он такой, о, не, 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 не могу. Я говорю, а что ты не можешь? Ну это надо к тебе ездить, а мне, знаешь, некогда, это далеко. Я живу-то там-то, там-то где-то. А я думаю, где он там-то, там-то далеко так живет, как на Северном полюсе. Думаю, ну ладно, раз далеко. Я говорю, хорошо, я буду к тебе приезжать. Вот, что? Нет, нет, не надо. Ладно, говорю, давай буду. Только ко мне, говорит, не приезжай. Я говорю, мы с тобой будем видеться на занятиях. Да и все. Я говорю, а там у меня кто побывал, спросишь у Жени. У Жени-то у меня был, да и все. Он тебе расскажет, что правда он там живет. Ну и вот так вот, короче, вот так я его поймал, у Севастьяна. Я сразу, это, для меня вот то, что Игнатий Иванович говорил, это было как вот откровение какое. Потому что я впервые, что, Слово Божие читать? Брат, нас напоминает, что у нас еще Слово Божие есть. Да. Глава такая, полчаса. 13 глава. Восьмой стих. Поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнеца, заклонного от создания мира. Все, толкование нам говорит, кроме истинных христиан, запечатленных печатью Божией и записанных в книге жизни, поклонятся ему. Все поклонятся, кроме христиан. Не устоит никакая идеология, никакая религия, кроме христианской. Евреи, перечисляем, мусульмане, индийские и другие восточные веры, Будда там и так далее. Все политические и идеологические партии и все народы воскликнут, кто подобен тебе? Представляете, единая партия России. Не Путин воскликнет, а Антихристу воскликнут, кто подобен тебе? Эти американские республиканцы, демократы, все будут кричать ему, Асанна, Антихрист тебе. Как-то его называть будут, Александр там или, как нам говорит еще Слово Божие, какие имена там будут? Нас 666. Кто может сразиться с ним? И все поклонятся ему. Потому помолимся, да не изгладит Господь имена наши из книги жизни. Помолимся Господу нашему. Господи, не изгладит наши имена из книги жизни. Помоги, Господи, благослови. Там восклицательный знак, то есть это такое, видать, святой отец, муж, когда ему это открылось, просто воскликнул и помолился. Так что вспомним тех наших болящих, чтобы они тоже свои имена сохранили, молитвы свои. Чтобы не отошли без веры на надежду воскресения и жизнь вечной в блаженной пристани Господа нашего Иисуса Христа, Царства Небесного, где будет только Царем Он один. Потому что Отец все отдал во власть Его. Дух Святой донаправит наши ладьи и утлы. Господи, помоги, слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Снова от создания мира должно относить не к словам Агнеца Закланова, но к словам, имена которых не написаны в книге жизни. Здесь апостол Иоанн говорит о том предопределении святых к жизни, о котором говорит и сам Спаситель. Вот как слова его. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его, придите, благословенные отца моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Матфея 25, глава 34 стих. Матфея 25, 34. И как пишет апостол Павел, Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Нефесянам 1, 4. То есть Бог избрал нас верных в Иисусе Христе прежде создания мира. Вот предопределение божественное. Когда умолкает все, потому что горшечнику указать на то, что он будет делать, создавать никто не может. Или утлый сосуд был создан, который не вынес этой живой воды и вылилось все. Или же будет создан сосуд святой из драгоценностей, из золота, серебра, драгоценных камней для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот тут-то вот драгоценность важна очень. А в нашей жизни драгоценности они не важны. То есть сгоняться за ними не нужно. Нужно прежде искать Царствие Божие, как написано. Откровение 13, глава 9 стих. Кто имеет ухода, слышит. Описав все это и намереваясь еще описывать ужас в последнего времени, Иоанн призывает своих читателей, кто имеет ухода, слышит. Это обычное для Евангелия и Апокалипсиса воззвание к бдительности, внимательности и самоконтролю. Это мы встречаем в Матфея в 11, главе 15 стих, в 13, главе 9 стих. У Луки в 8, главе 8 стих. И в книге Откровения неоднократно во 2 главе. 2, 11, 17 стихи. Неоднократно говорит Господь. «Как мало в наше время имеющих уши, чтобы слышать, Ибо огрубелось сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Матфея в 13, главе 15 стих. «Чтобы я написано исцелил их». Все. Вот та обезьянка, помните, когда она держится за рот, за уши, за глаза. Вот как раз это все обезьянка, это самая обезьяна этих людей, которые и не говорят Слово Божие, и не хотят его слышать, и не увидят спасения. Вот так. Десятый стих. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых». Толкование. «Призвав внимать этим божественным словам, Иоанн указывает на воздаяние. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Этот закон, продолжается толкование, справедлив во все времена. Матфея, совершающий насилие, сам будет повержен. Что причинил другим, то и обратится на тебя. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру вы мерите, такую и вам будут мерить». Матфея 7.2. Вспомним даже, ну не будем вспоминать каких-то врагов божьих. Вспомним даже про отца нашего пророка и псалмопевца Давида. Какой был муж верный. Уж что там говорить, если престол Христов, это престол Давидов. Навечно, говорит сам Господь. Престол Давидов навечно дам мне. Вот это да. И Давид пострадал от того, что много убивал. Хотя ему сам Господь говорил это. Помните последние его года, когда говорится, и Давид вошел в возраст, и было ему 70 лет. Сейчас даже, я читаю, даже когда первый раз читал, 70 лет, и что это за возраст такой 70 лет-то? При социализме там 70 лет это было не столь уж великое дело. И было ему 70 лет, и он стал старнемощен, и кровь его остывала, и вот ему дали там Ависагу, и она его там грела. Это девушка молодая. Чтобы она его грела. И он, говорит, до такой стени был немощен, даже не познал ее. Вот так вот. Представьте, в 70... У нас сейчас мужики есть 80 лет, там такие кони. А Господь так сделал. Потому что вот за все... За все вот эти... Ну как бы это грех-то убивать людей. Но, по слову Божьему, он все это делал не просто так. Помните, какую жестокость проявлял он? Что только язычников истреблять. И известью негашеной он их засыпал живьем. И колесницами по ним ездили. И доски молотильные на них накладывали. Ну только представьте это все. Ну как Игнать Ильич одно время сказал. Пилами перепили. Хуже Гитлера, говорит, был. Давид. То есть так с язычкиным расправлялся. И так даже не было такого оповещения. Где-то там, о, деспот, там, тиран. Все рядом было. Далеко-то не разнесется. Вот такое дело делал. И вот даже так Господь наказал. Что говорить о тех, кто поступает нечестиво пред Богом и занимается такими ужасами. Видим сколько там. Тысячелетнее царство. Тысячелетний рейх. Тысячелетний, тысячелетний. И вдруг 12 лет и сколько там, 5 месяцев что ли. Все. Нету тысячелетнего рейха. Сам этот Гитлер, которого боготворил немецкий народ. Весь народ, миллионы, десятки миллионов людей. Его боготворили. За него бились до конца. Этот Берлин уже окруженный. Войск с одной стороны идет 3 миллиона союзных войск. С этой стороны 6 миллионная армия русских. С танками там, десятки тысяч, самолетами. И они в таком маленьком коконе бьются и бьются, бьются до конца. Как они любили этого человека. Который им сказал, да будет тысячелет, верьте мне. И нет ничего. Один из антихристов был вот так повержен. И в общем-то можно по Гитлеру судить и по Сталину. Как будет повержен антихрист. Внезапно вдруг, вдруг внезапно, никто не знал. Вот он 43 год. Все еще Россия подвигом фашистов. Кто знает. И вдруг моментально все оборачивается. Какой-то год и все. На границе Германии уже все. И мне даже кажется, что ему легче было просто уже пулю себе пустить в сердце этому Гитлеру, чем этот год переживать. Он уже понимал, что произошло необратимое. И там говорят, он уже там было 54 года всего. Он уже был никакой, этот Гитлер. У него там уже все тряслось, там уже сердце, там все у него там одна парализована. Ну правильно, такие переживания. Это Господь так делал. Показал этому антихристу. Понятно, что тебе будет? Ты зачем людей убиваешь живых? Плохо тебе будет? Ну не понял. Он очень умный, грамотный. Там у него такие генералы. То же самое Сталину сказали, что тот попозже, но тоже скопытился. И так каждый, каждый диктатор, все отмечены Господом страшными смертями. Или перед этим, или что-то у них там было. Но, как говорится, в этот капкан все лезут и лезут, потому что там как бесплатный сыр. Представьте, власть, у тебя богатство, полный почет, вообще слава необыкновенная. И все туда. Я тоже хочу, я тоже хочу эту кормушку. Я вспомнила эту Великую Малую. И там написано было, что молился в Ливии Илья, митрополит. Молился три дня. В горы Ливанских. Да. Спустился вниз он в подземелье. Да в келью. И он молился. И три дня. И на третий день он молился. Помоги России. Да, по-моему, не три дня. На третий месяц, по-моему, ответила. Ну, что-то там три года. Богородица ответила на третий месяц. Да, и говорит, первая она ответила, говорит, что сказал не помилуй и не прощу второй раз. И потом на третий только раз она сказала, говорит, помилуй и прощу Россию за то, что они сделали с моим помазанником. Но, говорит, сделать вот такие условия, да. И когда Сталину вот уже предоставили этого, и он сказал ему все. А Сталин так, он же это, боялся тоже. Он такой, тоже был как мистика. У него было слишком внутри было это. Он говорит, хорошо, сказал, а исполнить как сказал, а исполнить как. А он так решил тогда. Все Духовные Академии рассказал, откройте. Все там, говорит, о церкви откройте, чтобы ходили в 43-м году, уже в конце зимой 43-го года даже. Смоленская женщина, я с ней это беседуала. Она говорит, открыли, мы боялись. А потом, говорит, стали ходить. И правда, и наш священник, и нас же, которого из тюрьмы выпустили. А ты откуда знаешь? Я говорю, да вот книги написаны, показала ей. А она говорит, ходили мы, правда ходили, открыли. А что у вас Духовные Академии? Так он туда пустил всех своих КГБшников. И они вот до сих пор, вот они, они еще так вот все вот. Ну конечно. И вот что он сделал. Он хоть все равно вот это же разрешил, что вот это в Россию помет. А взял подлянку, все равно сделал. И то и церковь наша так не будоражит. Они метутся. Так вот эта церковь, она и не оживет до конца. Так и будет судорога. И все есть вот за... Видите, хорошо, что у нас есть такие вот познания. Вот и сестры тоже, видите, открываются, что Господь открывает. Ты иногда начинаешь беседовать, такой впечатляет, как будто у нас раз-два и обчелся. Вот этот Борис, кстати, вы сказали о нем. А я ведь ему спрашивал, говорю, Борис, а ты, говорю, это, знаешь, на каком основании основана наша община именно? Он, ну да, понимаю. Я говорю, ты понимаешь, что революция лежит во главе, вот угла, основание нашей общины. Красное и белое. Я говорю, ты понимаешь это? Ну да, я что, я все понимаю, понимаю. Потом вдруг раз в одночасье и все, а я не могу так, я не могу, вы раскольники, вы сектанты, а я вот хочу в нормальную церковь ходить, а у вас вот раскольники, сектанты. Вот и все, чем заканчивается все это. Меня поразило его такое, это вообще, как будто он увидел какой-то родник меня. Ну да, дело все в том, что он же с кем-то беседовал, я не знаю, с кем он беседовал, только... Мы с ним ездили постоянно вместе. Кто-то ему наговорил же, сектанты, раскольники, где он это взял? Поменьше надо было ходить в ту церковь, надо было сюда побольше ходить. А то занятий не прошли никаких, ни разу не были ни на одном занятии. Никто долго ходил на занятия. На какие занятия? Здесь ходил. А, здесь оставался? Да. Ну, здесь оставался Игнать Тихонович. Пока жена не родила. Жена родила и сразу. Она его какому-то священнику, там где-то его крестили ребенка, и вот там они ему наговорили. Ну понятно, это ясно. Но я говорю, что так просто не могло это все быть. Я про Гитлера слушала, что он такой нервный, он был сразу, с молоду. Он уже пользовался этими топингами тогда еще. А потом уже у него когда-то осложнилось все. Да. Он не уравновешенный был. Ой-ой-ой-ой, сестры. Что вам сказать? Это уже. Придумки. Что вам сказать, сестры? Самое страшное, что Богу не пришел. Вы побывали бы на Первой мировой войне, как он побывал? Вот просто я смотрю фильм и на себя все прилагаю. А почему? Да мне это легко сделать, потому что я в таких условиях работаю, что... Я думаю, а где еще хуже, чем у меня на работе было? Я когда смотрю, думаю, о, да куда там? У меня на работе просто я как в ресторан пришел, богатейший. И жратвы полной, отдыхать сколько хочешь. А вот Первая мировая война, вот Марина ездила туда, в Бельгию и во Францию. У них о Второй мировой войне так, мельком. У них там памятники все Первой мировой стоят. У них там миллионы погибших людей. А он прошел Первую мировую, Гитлер. У него вся психика, ну как, все его мировоззрения, оно основано на войне. И все. И он почему хотел Блицкрик? Он добрый человек. Он не хотел вот этой молотиловки, которая была. Когда там из окопа в окоп, и вот такими снарядами друг друга шмаляют, шмаляют их куски. Ты сидишь, ты никуда не денешься. Вот ты сидишь, у вас сидит там под полк. Один снаряд попал, все, полка нет. Вот так перемешано все, земля с костями, и никого не найти. А он Блицкрик. Танки проскочили, окружили войска, забрали в плен. Все, теперь Франция работает на нас. У него везде получилось. Кроме России. Почему? Да Господь, потому что уже чаша до краев перелилась российская. Надо было наказать их. Россия, Сталин сам готовился всю Европу забрать Блицкриком. Все бы работали на него. И готовились там целых дивизий НКВДшников, которые бы людей огородили всех и научили их советской власти. И все, все целые страны бы были сейчас советские уже. Франция советская, Бельгия советская была бы. И вдруг там армия была, ну просто 26 тысяч танков, 40 тысяч самолетов. А у Гитлера было 3 тысячи танков и 5 тысяч самолетов. Ну представьте, какая армада двигалась на Европу захватить. И Господь вот так все взял, вот так все перемешал. И сразу 4 месяца войны, 5 миллионов пленных в советской армии. Уставила волосы дыбом. Тут, как говорится, не только поверишь в мистификацию какую-то. Не только храмы откроешь, а еще сам пойдешь туда. Он испугался. Да, конечно. В 43-м тем более. Поэтому что там говорить про Гитлера? Про Гитлера много неправда сейчас, потому что, как говорится, победители уже этих, побежденных судят, как хотят. Возьмите больное для моего сердца гражданскую войну. Где вы видите у нас памятники белогвардейцам? Все, примирение, все примирение. У нас гражданская война закончилась, все закончилось. А что вы тогда прославляете этого Носова? Что тогда прославляете Самсонова этих красных командиров? Придумали партизанские красные отряды. Не надо уж гогород-то городить. И поганые банды белогвардейцев. Ну, ребята, уже все же примирились. Давайте говорить своими словами, что власть одни скинули, другие хотели ее сохранить. И началась гражданская война. Ну, правду хотя бы скажите. Не говорим уже, что вам прославлять Шкуро там или Врангеля. Хотя люди сделали много для того, чтобы не было сталинских репрессий в свое время. Про Колчака же поставили. Про Колчака поставили. Да, ну, это так, по мелочи. Все равно его неплохим показали. Не, ну, понятно уже, неплохим и так далее. Но, однако, нету того примирения, которое должно состояться. Я к чему это говорю? Я же не говорю это просто огульное. Я вам говорю это именно по слову Божьему. Как будут святые побеждены? То есть, вся правда и истина заменятся ложью и неправдой. Вот и все. Как будет оболгана церковь? Вот из-за этих вот священников, которые неправильно живут, не по закону Божьему. Все будет оболгана. Церковь будет оболгана. Как это было, мы уже видели в 17-м году. Нам-то это как не понять. А мы начали забывать уже. А если мы это не забывали, постоянно везде об этом говорили. Да патриарх постоянно говорил об этом. Видите, как было? Церковь отступила от истины. И вот что никто не говорит. Все сразу виноваты. И все, царь, батюшка, там все виноваты. И вот революционеры эти. В последнюю очередь революционеры виноваты. Ленин приехал, самый последний, если на то пошло. А власть захватил, потому что Господь попустил это сделать. Давайте дальше будем читать. Про плен. Откровение 13 глава, 11 стих. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Аргличем. И говорил, как дракон. Как много и было и есть антихристов, говорит нам толкование. 1 Иоанна, 2 глава, 17 стих. Подтверждает. Но в кончину века будет один, собственно, антихрист. Так много было и есть лжепророков, как о том говорит Писание. Ибо восстанут лжепророки Матфея, 24 глава, 24 стих. 7 глава, 15 стих. Деяния святых апостолов, 13 глава, 6 стих. Второе послание апостола Петра, 2 глава, 1 стих. 1 Иоанна, послание, 4 глава, 1 стих. Но в кончину века восстанет главнейший из них, собственно, лжепророк, 16 глава книги Откровения, говорит нам 13 стих, 19 глава, 20 стих, 20 глава, 10 стих. Как многие пророки пророчествовали Христе, а один из них Иоанн Претеча указал на Христа, так многие лжепророки своей деятельностью готовили путь антихристу, а один будет его непосредственным Претечей, укажет на него и научит людей ему поклоняться. Ириней Леонский и Андрей Кисарийский объяснили, что этот другой зверь и есть лжепророк. Этот зверь не антихрист, ибо он другой по отношению к нему. Не является он и самим сатаной, ибо действует перед сатаной. Читаем стихи 12, будем читать еще. Сатана во всем подражает Богу, ибо желает быть как Бог, а с другой стороны, чтобы прельстить людей. Так как Бог есть Пресвятая Троица, то он в определенном смысле подражает ему и в этом. Не будучи Троицей по существу, он совершает это подражательно. Сатана сам подражает как бы Богу Отцу. Как Бог послал в мир своего Сына Иисуса Христа, так сатана посылает антихриста. А антихрист во всем внешне подражает Христу. И как мы исповедуем третье лицо Пресвятой Троицы Духа Святаго, глаголы шоу в пророках. Так нечистые духи вещают через лжепророков, пока не явится сам лжепророк последнего времени. Сатана, антихрист и лжепророк. Вот прескверная карикатура Лукава на Божественную Троицу. Иоанн видит зверя, лжепророка, выходящего из земли. Ну тут понятно все, да? Здесь все ясно. Ну то есть Бог един. Но Господь нам открывается в трех ипостасях. Для чего? Чтобы показать, почему Он нас полюбил. Даже на этот вопрос Он отвечает. По преизбытку силы своей, как мы сегодня слышали. По преизбытку любви своей. Любви. Да. Но у него и преизбыток силы тоже есть, который Он дает для того, чтобы мы жили. Вот Дух Святой, Дух Живый, который вдохнул Господь в человека, это преизбыток его силы. Это Дух, это сила. Да, это преизбыток силы Божией просто. А творение, вот как Господу, в его разумение пришло то, что нужно сотворить по образу и подобию своему кого-то, кто бы любил его, так же как он полюбит его, сотворившую. Как человек сотворил. Посмотрите, я вот был в больнице, когда меня там оперировали, я внутри себя смотрел. Желудок там свой, там эти капилляры всякие. Это невероятно просто. Как так? Мы ничего не делаем, вот сейчас встанем, пойдем, и ноги идут. А когда не идут ноги, мы так переживаем. Как так ноги не идут? А ведь Господь нас сотворил на такую могучую деятельность по времени. Мафусаилу было, Мафусалу, в 985 лет, когда он умирал. Адаму 935. Если бы не грешили, представьте, сколько мы жили. Вот только представьте себе, вы уже прожили, вот ваш возраст, 70 там лет кто, ну кто чуть поменьше. И вдруг вам еще жить 900 лет. Бабушка засмеялась. Да, хорошо бы было. А? 900 лет, ты понимаешь, ты кто будешь? Ну зачем это? Нет. Ты человек просто не сможешь столько жить. Мы сами себя не сгнитируем в своих глазах. И скажем, я 70 лет прожила дура дурой, и еще 900, это я вообще буду 900 раз дура что ли? Если по-хорошему. Так зачем мне жить, Господи, да ты меня сейчас забери лучше. Представляете? Так нет, я к тому говорю, что... Да, ну 200 лет подростками были. Да, это так. Господь какие дал жизненные силы, как сотворен организм был. А почему? Да, Господь любил свое сознание. Я тут просто видишь какую-то собачку или кошку, и до такой степени умиляется сердце. И прямо у тебя такое настроение было скверное. Что-то там до такой степени, чуть ли там кошмары какие-то. Друг посмотрел, погладил, и как-то все отлегло, отошло. Вот это, у нас есть здесь Сергей Павлович. Он нас с женой привел к познанию любви к собачкам. Мы вообще собак не любили. Ну, равнодушны к ним были, к собакам. Молодые, потому что вам еще не до них было. Да, молодые точно, по 50. Ну, когда поженились, там молодые же были еще. Не по 50 же лет-то. А я у вас тоже не любила кошечек всяких. Кошки всегда были у нас, да. Кошки с молодых лет, кошки как-то вот они такие нежные. А собаки грубые там, гавкают что-то. А собаки, оказывается, такие преданные, такие тоже нежные могут быть. Там так улыбаются, там и глазки строят, и все там, они хвостиками. И брюшки подставляют, и лапки дают. Ну, то есть, действительно, Господь как сотворил все это. А другие животные, кажется, страшные они. Медведь там. А на медведя смотришь в зоопарке. Ну, так бы был бы маленький. Так бы взял, и всего затискал. Такой хорошенький. А нерпы, нерпы, которые вообще человеку не показываются. Такие глазки на выход. Высунет головочку. И думаешь, прям вот так каждый глаз расцеловал. Ну, как так сотворил Господь. И даже паративного поганого крокодила. Знаете, какая у него кожа? Кожа просто обалденная. Вот там пояса кожаные, сумочки женщинам делают, я думаю, и сапоги. Я думаю, ну, я понимаю, у женщин, да, вкус у них есть. Как так такого страшилу и такую кожу ему дал. Вот такую прям, она такая красивая, вот так смотрится. Переливается вся. Но тоже свои-то плюсы есть. Ему тоже надо защищаться, крокодилу, башку-то какую большую сделать. Но это их же мало. Вот противных таких животных, согласитесь, мало. В основном все пушистики, лемуры там всякие, с такими хвостами. Думаешь, что они в всех домах не живут. А люди сейчас всех подряд разводят. И соболей каких-то, и енотов. А енот, он все время что-то полощет. Ему тряпочку прям подставляют. И он в воде полощет. Вот так и называется енот полоску. Ну, вообще смешно смотреть. Белки всякие там, мангусты. Ну, вот преизбыток любви-то. Вот она, сила Божия где. И вот создан же был человек по этому. И ничего он не воспринял от Бога, не принял. Иногда до такой степени вот счастье переполняет, что ты Бога знаешь. Так вот охота прям Господа поблагодарить. Думаю, ну вот Адам, вот же было ему как здорово. Вот ходил он с Богом и беседовал прям в саду. Он же мог прям остановиться, упасть на колени прям. И взять там западол там, в чем Господь был. Прям поцеловать и сказать, Господи, я до такой степени тебя люблю. Ты прям вот отец свой настоящий. Я, конечно, как бы вот иногда собака так на меня смотрит. Я говорю, по-моему, она хочет сказать, вы меня родили, теперь я вам благодарна за это. Точно. Но это не так. Да, и кошки так же бывают. Это не так, конечно. Но вот до такой степени, я понимаю, Господи, ты меня сотворил, я вот ничтожество. Но я так хочу тебя любить. Но дай мне это силы. И Господь говорит, все, я тебе даю вот дерево поздания добра и зла. Не вкушай от этого плода. И вот ты вот такой, все. Все, благодари меня, все, ты мой сын. Пока ты не вкусил, ты мой сын. И вдруг все в дребезге. Почему? Потому что Господь до такой степени при избыток любви и силы, что дал ему. Он, как он увидел, там не написано, что не нашлось Адаму помощника по сердцу его. Да, Господи помилуй. Что ж не нашлось-то, а? Но должна была еще появиться из самого человека женщина. Кошмар. Ну, это слава тебе, Господи. Но это кошмар произошел. Появилась женщина. Сестры, вас тут много? Да, Вадим же, тогда все. Вы этот сарказм мой понимаете. Я с удовольствием к тому. Я на первое съела яблоко. Откусила. Откусила яблоко. Плод, плод написано плод. Все говорят яблоко. Ну, почему говорят яблоко? Потому что яблок больше всего в Европе. На самом деле, это, скорее всего, была смокомница. Да, инжир, типа инжира. Потому что первое, что они сделали, сорвали с этого же дерева листочки и сшили себе опоясание. Потому что написано, что они увидели, что они голые. То есть дерево познания добра и зла. И вот они прикрылись-то и сами не понимают. Вот что они прикрылись-то? Что, Бог не видел Адама голым? Или у Евы там есть нечто такое невероятное, что она боялась показать? Ну вот, внизу там у Евы вообще смотреть нечего. Вот прямо хочу вам сказать. Ничего вы там не увидите, если она стоит. А грудь женщина и так всегда покажет. У них как специально у женщин вот это вот все. Мужики больше стесняются. Ходят все в пинджаках. Там такая жара, они в пинджаках все ходят. Женщина же чуть-чуть только забрежила уже все. Вот так вот. Юбка вот такая вот, и уже пуп оголенный, и уже все. Грудь вот так распряглась. Ну вот как так получилось? И так скажешь, Господи, ну зачем тебе этот преизбыток-то такой? А если бы не было преизбытка, то мы бы сказали, что это все мы, мы сами. Мы это вот, мы, мы. А Господь все уравнял, подравнял и сказал, все беру на себя. Все беру на себя. Я хотел как лучше. Я не мог оградить вас от зла. Почему? Дерево познания добра и зла. Познание добра и зла. Вы должны познать были. Вот ты бы не вкушал, ты бы знал добро. Все. Все остальное добро. Я для тебя делаю все, что есть. У тебя и жена есть, и все. И в Адаме жена. Но зло, рядом стояло зло. И смерти не было. И женщина оказалась. И главный искуситель-то был тут. Вот в чем дело-то. Господь и сам, ну как, он когда создавал Деницу, сын Азарей, он, конечно, знал, кто это будет. Но он его и первым создавал, чтобы он, может, все-таки надежда какая-то есть, что да, не возьмется он за это дело. Нет, взялся. Первое творение любви Божией и оказался первым искусителем. Самого венца всего человека. Адама и Евы. Человек это все. Адам и Ева человек. Написано. Сотворил их. Сотворил их. Сотворил человека, сотворил их. То есть человек это не значит, что только Адам. А и Ева тоже человек получается. В еврейском слове мне нравится, там идет муж, а Ева идет как мужица. Мужица. То есть маленький мужчина. Коли один. Коли один. Окончание. Маленький мужчина. Такой как бы, не совсем мужчина, но тоже есть. И главное, такую же любовь дал мужчине к женщине. Женщина стремится тоже иметь мужчину. Хотя они не так любят. Я не понимаю, зачем им нужен мужчина. Ну, для того, чтобы работал он на них. Это точно. Ну, как-то вот это все сказано. Зарабатывал. Зарабатывал, да. Ну, она его будет любить, даже будет верна. Ну, должен зарабатывать. Как Марина сказала, говорит, первому мужу своему. Будешь пить, я тебя брошу и найду хорошего, который не пьет, не курит. Понял? Да, понял. Ну, продолжал пить. И она по слову своему, ну, она неверующая была, конечно. Нашла себе, который не курит, не пьет. Это меня. Да, нашла. То есть прямо так и говорится. Хотя написано, прилепится муж к жене своей. Прилепится муж к жене. И написано, мне странно, вот это. Старицы, учите молодых любить мужей, любить детей. Подождите, как так? Вы же родили ребенка, ты мать. У тебя там, как у волчицы, должен быть этот инстинкт самосохранения рода. Ты должна там медведя погрызть, если он нападет на... Нет, ничего подобного. В человеке не так. Нужно учить молодых сестры. Прямо можете останавливать их и любите. Прямо отводите в сторону. У меня к тебе разговор. Предложение. Предложение. Хочу. Я подошел к Евгении Дмитриевне, говорю, Евгения Дмитриевна. Вот жена, говорю, что-то меня вообще не любит. Я говорю, пожалуйста, помогите ей. Расскажите. И она там, ей начала говорить. Я говорю, а что вы ей говорили? А я, говорит, рассказывала о своей жизни, как я мужу зубатилась, тоже молодая была. Ничего не понимала. А мужа не стала, сразу начала все понимать. Я говорю, во-во-во, вот, наверное, поэтому. У женщины разума потом в дальней уже. Но главное, что учите, говорит апостол, учите. Поэтому не забывайте этого великого учительства. Это учительство может привести к тому, что восстанет кто-нибудь из чат наших, ну, хороший пророк, проповедник, как Игнатий Тихонович, глядишь. Да. Или из сестры из какой-то выйдет дикониса настоящая, которая будет прям других говорить. Прям стоять там и говорить. А ты что не остаешься? Я же твоя подруга была. Ты куда уходишь? Я знаю, куда ты идешь. Куда ты идешь? Вы в кафе зайдете, будете мороженое сейчас жрать перед постом. Все? Все дело с этим закончится. Я же знаю тебя. Мы же с тобой вместе ходили. Давай, оставайся на занятия. Знаешь, как интересно, о чем мы там беседовали? Вот так руки расстилали. Я вот вчера тоже увещевал. Говорю, вы понимаете, вот сестры старые уже, все. Говорю, Раиса, это, сестра Раиса, говорю, ты вот своим поведением, говорю, возможно, когда помрешь, я говорю, ты смертью своей возродишь какое-нибудь сердце к тому, чтобы кто-то из молодых ходил на занятия. Ну, каждый из вас, вот, я думаю, вот, потому что зерно написано, если не попадет в землю и не сгниет, оно не даст ростка. То есть вот эти соки жизненные не выделятся, земля не подхватит, не даст этих микроэлементиков. И вот это зернышко не прозреет. Ну, что нужно еще нашим детям показать? Их кормят, родители, кормят, поют, родители верующие. Казалось бы, должен прям один за другим вставать воин, как из зубов дракона, да? В этой мифе о органавтах. Ничего, ни одного воина нету. Помните это песнопение? Идите вперед, это, уставшим бойцам, не страшитесь преград. Идите на смену уставшим бойцам, не страшитесь преград. Растите, цветите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие Христа. Прекрасное в мире. Такие слова к вам обращены, молодые. Неужели вы не хотите ими быть? Нет, пока не погрешим, пока сами не пройдем, мы вам не поверим, что в миру плохо. Кого не возьми, как там у тебя, спрашивай там, сестра, как там у тебя учеба? Все хорошо, я там уже сдружилась, у меня там подруги. Других спрашиваешь, у меня там подруги, я сдружилась. Я говорю, как вы можете говорить о дружбе? А там что, верующие? Нет. Я говорю, так неверующие, как ты с ними могла сдружиться? Тебе Господь просто это искушение посылает, испытание. Они не понимают, что они уже повзрослели. Я говорю, вы уже взрослые, все. Вот вчера занятие проводил, говорю, вы не спешите взрослеть. Я говорю, позже повзрослеете, дольше сохранитесь. Вы слушайте взрослых, что вам взрослые говорят. Но на ошибках чужих мы учиться не будем. Мы никогда не поверим. Мы сами пойдем и грудью дорогу проложим в себя. Проложите вы грудью. Час прошел? Да больше, наверное, уже. Час просим. Так, ну, заканчиваем или? Ну, сейчас хочу уже в гости пойдем. Ну и что, куда надо спешить? Что, до часу давайте тогда, 10 минут позанимаемся еще, прочтем. Потому что, видите, у нас книга откровений говорит о нашем будущем. О нашем будущем, это чадо. А мы здесь собираемся, понятно, я к любому могу обратиться, любой меня поймет, любой из вас. Почему? Потому что я вижу перед собой одни и те же лица на занятиях. И редко. Вот последняя была у нас Маша Барабаш и Никита когда-то давно был. Вы заметили, как Никита изменился? А что с ним случилось? Ты видишь, какой он? Он как будто старичок какой-то маленький. Заметили? У него глаза потускнели уже. Заметил? Да, какой он, Никита. Да, ты это не видишь уже. Глаза потускнели. Никаких вопросов о том, чтобы остаться. Раньше он что-то метался здесь, мог поесть, потом уйти. Сейчас ничего нету уже. Сразу сумку на ход и нету уже. Вот надо молиться о детях. Да. Собираться общиной прям молиться. Вот когда батюшка сказать, давайте помолимся о нашем детях. Сестра. Все молятся. Ты думаешь, что мы все виноваты, да? Я смотрю, ты постоянно про это говоришь. Молиться, молиться и молиться. Даже общины у апостолов так не молились, о чем ты говоришь. Это называется пример жизненный. Понятно? Воспитание было еврейских детей. Почему евреи, когда подрастали, они оставались евреями? Скажи мне. И ты не задумывалась об этом, наверное? Воспитание потому что было. Евреи оставались евреями. Они не становились язычниками. Хотя у них там было полно рядом язычников. Они там не ходили ни на какие там эти самые. Жрали спокойно свинину вкусную. А они нет. Не соединялись. Нет. Ты вспомни восстание Маковеев. 144-й год до Рождества Христова. 144-й. Еврейскому народу уже 2000 лет. Еврейскому народу. И что? Один язон согрешил и начал призывать народ. Да подходите к жертвеннику. Видите, я же мясо отсюда ем свиное. И ничего мне. И кто? Что дальше было? Подошел старец Матфий. Которому было уже под 90. И что сделал? Вокнул кинжал ему в брюхо и все. Куда опускалось его поганое это жертвоприношение. И зарезал гада. И призвал всех. Восстань Израиль. Против таких предателей. Предатель. Один единственный. Побудил его подняться. И там дети начали ходить. Куда они ходили? Под срамную покрышку. Под зов бросаемого диска. Понятно? На стадионы начали ходить молодежь. И тогда народ поднялся. Почему? Потому что воспитание детей пошло не в том направлении. У нас воспитания детей лучшего нету просто. Эти дети только что приехали с потеряки. Они там у Игнатихича были. Что они там мало молились? Там сами дети молились. Не то что там все вокруг них. А мы чем занимаемся, когда вокруг них ходим? Ну а мы почему боимся за них помолиться? Почему нам страшно помолиться за наших детей? Ну вот. Было занятие сегодня с детьми. Я вот встал и вот здесь молился. За детей молился и они сами молились. Что еще? А тут народ был. Они все знают, что дети здесь стоят. Чего ты не молишься? Мы молимся. Я вот за детей молюсь по имену. Ну что ты в этот момент не молишься? Тебе нужно конкретно прям сказать что ли? Нет. Мне хочется, чтобы вот сейчас вот все мы, которые вот неравнодушны к этому, встали и помолились вместе с братьями. А мы уже после занятий будем молиться. Да уже помолились. Уже только вставали, молились за души свои, за детей и так далее. Всех. Мы вспомнили всех. И родственников и так далее. Это как еще нужно молиться? Что еще тебе нужно? Скажи. Куда ты хочешь еще меня лично завиновать? Я не могу понять. Да она не виноват. Да виноватит, виноватит, Сережа. И разговор только об этом. Она ищет тебе. Что мы не молимся. Да нет. За чат не молимся. Вот все. Она же сказала, что кто неравнодушен. Она захотела, ну ты захотела, ты им молись. Ну я там молюсь, я хочу, чтобы общиной все помолиться. Это же церковь, привет, она там молилась написана. Все общины, понимаешь? Да. О детях наших. Что плохого? Допустим, субботу тебя не было, мы молились. Субботу молились о всех. Чего ты вот не пришла, не молилась субботу? Ну вот не пришла. И не ты одна. Да. А сейчас что нам мешает помолиться? Да как сейчас тоже молились, и о чатах молились, когда в конце. Батюшка, он за кого молится-то? Можно сейчас помолиться. Батюшка. Вот сутка говорим, а мы уже помолились. Можно ли, Горь, я случай просто расскажу. Понимаешь, в чем дело? Ты вот что-то раз сказала, давайте помой. Мы сейчас что, будем подпрыгивать и все, молимся, молимся? У нас занятия сейчас идут по изучению Слова Божьего. Если тебя эти занятия побудили к этому, ты промолчи это все, промолчи. Когда встали молиться, ты скажи, давайте поименно каждого ребенка поменем. Да не поименно. Да ладно, давай поименно. Я хоть поименно, мне все равно. А я им не против, а не поименно. Пускай поименно будет. Ну встали, да, и мы тут вспомнили, ой, молодец точно, а то мы забыли же поименно. И мы перечислили всех, поименно помолились за них. Это уже сказали. Чего тебя вот это побуждает, когда во время занятий? Давайте вскочим помолимся, давайте вскочим помолимся. Да не почему не помолиться, у нас занятия идут. Это, я не знаю, у вас никогда занятий не было нигде, наверное. Поэтому ты не знаешь, что такое занятие. Можно или сказать. Вот, Валя, я понимаю твою боль, и у меня такая же боль, у Люды такая же боль, у всех такая боль. Вот племянник моего мужа, племянница, вышла замуж за араба. Кошмар. В этом Каире живут. Мусульманство приняла. Я не к тому, что там они плохие или что. Они приезжают к родителям. Вот заловка моя приезжала, она с ними общалась. У нас маленький мальчик, старший мальчик, который, ну, ему сейчас, наверное, лет 11-12. И говорит, а он, говорит, потихоньку подойдет и скажет, бабушка на нее тоже, она же бабушка двоюродная как бы. И говорит, вы неправильно одеты. Я говорю, а в чем я неправильно? Платок надо одевать. А почему вы без платка ходите? Почему у вас юбка не длинная? То есть они, они их воспитали. А мы их не воспитали. Кто виноват? Ну уж наши-то. Мы виноваты. Ну она, она сейчас правильно сказала. Ну здесь-то воспитанные. Здесь-то они это слышат. Здесь воспитанные, но... Значит, надо поддерживать молитву. Может, пост еще какой-то надо. Я не знаю. Ну так следодействие принимать. Валя, своей жизнью надо доказывать. Своей жизнью надо доказывать. Понятно. И показывать. Виноват. Вот как надо веровать. А теперь мы виноваты. Что делать? Молиться? Вот. Все, и молись. Да. Скорее всего. Я вот себя чувствую виноватой. И может кто-то еще чувствует. Значит, нужна молитва. Мы молимся, Валя. Мы виноваты. Да ты не понимаешь просто. Занятия я веду. Уже который раз. Я говорю именно об этом. Ты просто не понимаешь меня, о чем я тут говорю. Сейчас читаем вот это. Вообще у тебя нет ни в одном глазу. Не мы виноваты, что мы не молимся и так далее. Мы верующими стали. Я стал ни на чем верующим. Я тебе рассказываю это. Ты сидишь, смотришь на меня и ничего не понимаешь. Называется как барам на новые ворота. Вот, тетя Алла возьмем. Она вообще баптистка. Что ей в православии делать? Как Господь ее привел. Да это сотни удивлений. И она за чат своих везде. У нее этих чат вообще там, я не знаю, десятками уже. У нее своих чат сколько. А сколько теперь в луках еще. Вот где переживания. Так переживания. Молится и плачет, а молится. А как? А как? Это ее кровь, она помогает. А какие ребята-то хорошие. Илюха тут был. Ну такой парнишка вообще. Мне до такой себе понравился. Думаю, такого бы парнишонку, а. И воспитать, чтобы верующий это стал. Главное, это все дело в том, как верующим стать. Если у нас они уже крещеные и верующие. Ты понимаешь? Оглашенные языки. И стояла бы вот тут толпа их. Вот тут толпа. Вот тут вот. Некрещенные, неверующие значит они. Вот тогда бы можно было с ними выходить и разговаривать. Как Игнат Игнатч со мной беседовал. Когда вы оглашенные языки, я выходил. И он перед нами заходил и потихоньку шепотом говорил нам проповедь небольшую. О том, кто мы такие есть. А там верные стоят. И я стою, у меня прям сердце рвется туда через стенку. Я тоже хочу. Какие-то там песнопения идут. Я ничего не понимаю. А они стоят. Вот она уже маленькая. И она уже, ой, ничего не интересно здесь. Там чашу батюшка выносит. Чаша. Можно покричать там около чаши. Мы своих детей развратили верой. Сами. А теперь спроси ее, верующая, в чем твоя вера? Бык, мык. Никто ничего не знает. Почему? На занятия хочу приду, хочу не приду. Там что-то им рассказали. Запомни там стишок. Ну запомнила это. И я тоже запоминал. Я больше по им и целые запоминал. И что дальше? А вера-то как придет? Вера. Написано. Через слышание. От слышания. Слышание. От слова Божьего. А они то в детском саду, то с папой неверующим, то с мамой неверующей, то с бабушкой, то с дедушкой неверующими. То у компьютера. То у компьютера. Я спрашиваю, вчера Тарасия сидит, и Агнюша, говорю, из вас кто-нибудь хоть раз за свою жизнь, сколько вы, сам подходи и брал Библию. Библию почитать. Просто сам. Раз в молчание. Ну а Агнюша такая, да, я читала. А Тарасий вспоминал потом, да, да, я тоже вот брал. Ну а Анна тут уже не сдержалась и говорит, а что побудило тебя взять Библию? Он такой, раз. Ну а Агнюшка такая, я хотела больше знать, что там дальше написано. Она может, да. Понятно? А Тарасий такой, да, 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 я тоже. Ну видно, что да, 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 потому что сестра сказала. А он сам не сообразил, почему. Может там картинку какую-то захотел посмотреть или еще что-нибудь. Ну чтобы, но это было несколько раз всего, это не постоянно. У них Агнюша младшая. Да, Агнюшка младшая. Агнюшка, она самая младшая и самая... Самая серьезная. Серьезная, да. Можно? Да, конечно, можно. Я хочу сказать, что вера, она от слышания Слова Божия и от любви ко Христу. И Бог ее, ну мы молимся, да, молимся. Делость Божья, я вот скажу, как мой отец обратился уже на смертном ложе. Бог, мы еще будучи маленькими детьми, находились в баптистской общине, молились о нем всегда, что Бог, да. Он, ну он сам не приходил, это ж не то, что можно взять за веревку и притащить, и заставить. А Бог усмотрел в то время, когда он заболел, и перед смертью он стал молиться. Это вообще было чудо. Это было чудо. Бог дал ему покаяние, но жизни больше не дал. Все. Это, конечно, приклеили. А здесь, представьте, в массе, это община наша создалась, это было, ну чудо. Такие люди, помните, как этот 96-й год, 42 человека, 36 крещаемых, 42 человека приехало. Вся потеряевка полная, там несколько домов, и везде люди ходят, как какой-то собор целый состоялся. Там еще священники, там занятия, там проходят, там беседы, там молодежь. Просто какой-то Иерусалим в днях подъема его с пророками, до такой степени. А я когда к тете Али-то зашел и увидал, пять человек парней сидят и эти, Новые Заветы читают. У меня глаза прям аж выпали. А потом, как пришел там, ну, пришел сам хозяин, потом Женя, Люда, Танюшка была, потом Алексей пришел, еще кто-то из братьев сейчас помню. И помню, Алексей такой раз сидит, и мы там сидим, вкушаем там, все так чинно, все. Я оглядываюсь, все верующие, перед этим помолились, у меня такое вообще, я как будто не знаю, куда попал, в какой-то, ну, как рыба в воду. Думаю, вот это да, думаю. А я не смотрю, там, ну, баптисты, я понимаю, что баптисты это сектанты, думаю, ну, там, баптисты, баптисты, ну, что теперь, главное верующие, чтобы были все. И не выгоняют нас, из дома выгоняют. Да, и там беседы, и тут Алексей начинает о бороде говорить, я начинаю что-то отвечать. И он говорит, а в Библии написано бородея? Ну, да, написано, так это для нас же написано. Я такой, ну, как для нас-то, точно, для меня-то тоже написано. А у меня такая щетина двухдневная на бородея. Не помню, не помню. У меня украли, короче, полностью, у меня пакет там был совсем, там, пены всякие, там, всякие хорошие лезвия. Все, прям украли сверху, прям как был, в сумке, больше ничего не взяли. Главное, икру красную не украли, икры там целая банка была. Там еще брусники была, трехлитровая банка, но был перегруз. Перегруз был, и пришлось оставить брусники. Так что... Бог оставил то, чего нужно. Да, Господь над такими путями сложными людей приводит, и вдруг столько чад рождается у нас. Первый был, ну, почивший в Бозе Иосиф. Господи, помилуй. Ну, а там дальше пошли. Странно, да? Это первое чадо было. Вообще, это вообще такое. Господь как показал, что победу сатана одержит над нами. И потом дальше, сколько сейчас чадо? Сколько там? До 20 с лишним человек доходило. И вдруг туда-куда-то уехали, туда-туда-туда. Я все жду, кто-кто первый появится. Раз первая появилась Маша Барабаш. Маша Бараба начала на занятия тут ходить, все. Я думаю, а сейчас же ей пойдет возраст, и замуж надо будет. И точно, 22 исполнилось, Маши нету. У ней мысли все уже в другом, понятно. Все, думаю, ну, кто следующий будет? Я следующий. Никого. Умирать будет. Ты следующая просто? Нет, я хочу рассказать, как я вот это самое. Приходит мой племянник, а он пришел только что из армии. Молодой такой, красивый. Ну, Андрей Петухов, вы, наверное, его знаете. Ну, конечно, такой красавчик. И приходит это самое ко мне и говорит, тетя Рая, пойдемте в церковь. Я говорю, в какую церковь? Ну, вот пойдем в Покровскую или Никольскую. А перед этим, главное, перед этим, вот что меня еще побудило-то сильно уже, дочери приснился сон. А муж мой уже умер. И она встала и говорит, мама, какой я сон-то видела? Я говорю, какой? Пришел, говорит, папа и говорит, веди ее в храм, она туда дороги не знает. А у меня прям мороз так по коже пошел. Я говорю, да ты что, она говорит, да. И вот, и как раз вот этот вот Андрей-то приходит. Я говорю, ой, все, пойду, пойду, говорю. И пошла, значит, и как-то я вот сейчас уже не помню, как я почему-то... Кто меня вот когда тетя Тихоновича-то привел, на второй этаж мы там. Нет, а кто привел-то вот тоже уже забыла. И пришли мы на этот второй этаж, там, ну, нервы практически. На этом, около собора? Да, да. Покосково? Да, вот я не жил тогда, да. На Никитину? На Никитину, вот я туда стала ходить. И когда я туда стала ходить, походила, думаю, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, господи, да я же ничего не знаю и не понимаю. Ничего не знала, не понимала. Сколько я там, Игнатий Тихонович, такие проповеди делал, такие. Но вот меня вот все это захватило так, я думаю, ой-ой-ой, а если бы я умерла, я бы ничего не знала. И вот потом вот все это я никогда не пропускала. Никогда. Всегда я потом туда ходила, сколько там были, Игнатий Тихонович, а потом вот далее. Дело все в том, что у нас просто, ну как, чадо рождаются, а они же не собраны. Они не собраны, они не собраны. Они получились как побочный продукт от веры двух любящих сердец Христа. Побочный продукт всего на все. Которые просто взяли, крестили, чтобы они не умерли в детстве, все говорят для этого. Ну да, в детстве никто из них не умер. Никто. Они выросли, и сейчас многие уже юноши и девушки. А в храме-то Божьем их нету. Вот что самое главное. Но как обетование принадлежит вам и детям вашим. Обетование. Обещание, то есть Божье. Обетование, обещание о спасении. Когда есть Слово Божье, занятие. И у нас как бы есть воскресная школа. Здесь проходит обучение детей. И по идее постепенно они, допустим, сейчас вот сегодня на занятия не пошла Ливия. Она уже взрослая себя считает. Не пошла Анфиса не пошла. Василиса не пошла. И Ваня не пошел. Но здесь-то их нету. А плавно-то должно перетечь. Занятия детские отменили они сами себе. То есть разум у них возрос. А они теперь встают, там что-то слушают. Что они слушают? Церковнославянский язык? Я больше, чем уверен. Каждый из вас рад бы, пока там что-то читается, сесть здесь и прочитать Слово Божие. Ну что, не так? И разобрать. И разобрать его, да. Чем что-то там. Ну хорошо, там на русском, ладно. На русском. Ну который раз уже на русском. Одно и то же. Хотя бы хоть раз взяли и прочитали там, допустим, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. А теперь толкование. Златоуста. И начали бы на него толкование читать. Ну сколько раз мы уже слышим этот псалом. Одно и то же, одно и то же. Встал с мамой. Начинаем псалом читать. И мне так задела там заживая фраза одна. Ну на молитве. Я говорю, мама, вот сейчас псалом прочитали. Я говорю, вот это вот мне предложение заделать. Я как задевает оно? Раз прочитал ей, она. Да никак не задевает. Я говорю, мама, у меня гляди, что тут вот затронуло. И начинаю ей рассказывать. И она тоже вот ничуть не хуже вас. Да, 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 да. Вот я вот и начинает меня перебивать уже и все. Ее, оказывается, тоже это затронуло. Оно затронуло, но надо было это вскрыть. Разбудить. Да, в человеке. Я больше чем уверен, что нас столько всего трогает. И на богослужении многое трогает. Но мы зашоренные там. Мы ничего не можем. Нас как в скорупу загнали. Мы как в бронемашине там едем. До царства небесного пытаемся. Только глазки маленькие есть, когда там проповедь или что. А мы так видим, мелькает что-то зеленое. А мы в этой бронемашине учимся. И как бы дух святой мотором. Давайте быстрее, быстрее через это земное проскочим как-нибудь и в ворота влетим. Царство небесное. Защищенный вот броней отца и Христа и Духа Святого. А ведь это не так получается. Написано, и войдет, и выйдет. Десятая глава. И пажись найдет. Глядите, и войдет. Куда войдет? В церковь. В церковь. И выйдет. Откуда выйдет? На проповедь. Проповедует. Из церкви. Выйдет из церкви. Один он, один. Никого нет. Он овца. И пажить найдет. Пажить. Овца стоит и найдет пажить. Пажить наша какая? Не волки. Нет, не волки. Пажить это мы должны посеять. Да. Пажить это те люди, которые будут вокруг нас. Которые мы можем... Вот это вот. Да. Которые мы можем... Которые мы можем показать на Слово Божье. Чтобы они познавали путь ко спасению через Слово Божье. Вот это пажить. Благовестие. Благовестие. Мы должны не в бронемашине мчаться со скоростью побыстрее, побыстрее. Давайте там и мы летим. Нет. Это было когда-то в Ветхий Завет. А теперь мы открыты всем. А сколько мы ходили по черемушкам, по дальним, по девять. И ходили, и будем, дай Бог, ходить. А потом ничего не стали ходить. Ну и... А сколько мы там ходили. И у Церкви, и у Церкви, и у Ветхой Церкви, и у Новой Церкви были времена. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Да. Вот время спады. Господу нашим славу, веки веков, аминь. Вот здесь слава. Господу за все. Давайте. Достойно есть я, кого истину, блажитель, я Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без истения Бога, Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Благодарим, многомилостивый Господи, за Слово Твое Святое, которое поднимает в нашей душе такие мысли, очищает сердце наше, дарует нам новые познания, применить в жизни нашей, для спасения душ наших. Помоги, Господи, чтобы и чада наши не были обездолены Словом Твоим Святым, чтобы не упускали мы никогда возвещать Тебе о наших нуждах, о них. Даруй, Господи, этим чадом нашим спасение душевное, телесное. Помоги, Господи, им всегда быть в почтении ко взрослым, потому что, ну не могут же они все время отказываться от того, что взрослые предлагают, ведь их же так не воспитывали, Господи. Их воспитывали, чтобы они почитали отца и матерь, а отец и матерь не просто не против, чтобы они исследовали Слово Божие, но наоборот, они и сами готовы преподавать им. Помоги, Господи, собрать их во единое стадо Твое, Господи, по Слову Твоему Святому. И нас, Господи, вразуми, научи, помоги, спаси и сохрани. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Господу. Ой, слава Господу, слава Господу. Это такой труд, чтобы какую-то душу привезти, это всю жизнь надо положить. Ой, слава Господу.